привет друзья мои рада снова вас видеть на своем канале мы продолжаем с вами разговорный курс и мы продолжаем тему food around the world и сегодня нас ждет с вами большой текст слова мы повторять вами сегодня не будем но тем не менее к описанию к этому видео я прикреплю все же видео на изучение слов я надеюсь вы уже попробовали его еще 59 уроке и надеюсь вам оно зашло вот напишите мне пожалуйста зашло не зашло понравился не понравился новый формат там где вам уже самим надо что-то проговаривать поэтому пользуйтесь пожалуйста обязательно ну а мы с вами продолжаем let's go on значит какую тему мы также сегодня затронем на прошлом уроке мы с вами уже говорили немножко о об исчисляемых и неисчисляемых существительных но в том случае мы с вами добавляя либо либо n либо сам ну а как насчет количества мы эту тему с вами в курсе грамматики а1 уже давно прошли но тем не менее нам не все-таки не помешает это повторить и так вопрос тебе not to be many or much постоянный вопрос всех студентов когда же что говорить когда вы что говорите о чем-то что можно посчитать телефоны чашки бутылки столы люди и животные мы говорим many many toys много игрушек many animals много животных либо many books много книг а что если что-то что нельзя посчитать кофе время шоколад матч кофе матч тайм матч чоколей вспомнили и вот нет тут же мы с вами начнем применять это не только в ответах но и в самих вопросах как уже мне спросить сколько хау-мэйни либо хам матч и опять же речь идет о исчисляемости и неисчисляемости если у вас чашки то конечно хау-мэйни хау-мэйни капс ази-эр-он-де-шелф сколько чашек на полке хау-мэни фрэнс дюхо сколько друзей ты имеешь сколько у тебя друзей ну а если сахар how much sugar would you like in your coffee сколько вам положить сахара в кофе how much petrol is there in your car сколько в твоей машине бензина вот так это работает повторили и сразу в бой друзья мои сейчас даю задание вы ставите на паузу работайте в своих тетрадочках потом возвращаетесь ко мне и мы проверяем что у вас получилось completely questions using much or many и так друзья вставляем либо хау-мэйни и бахал матч если вы хотите сэкономить время вы можете писать один как студенты у нас на уроке пишут 1.2 . матч 3 . там мэйни и так далее хорошо потом проверяем все ставим на паузу работаем так супер друзья мои вернулись ко мне и сейчас проверим что у вас получилось how many people are there in the room люди считаются how much petrol is there in the car у вас уже была подсказка в объяснении мы уже поняли что бензин он не исчисляется сколько я же не спросила сколько литров бензина тогда было бы how many how much money do you have in your pocket сколько денег деньги не считаются how many eggs are there in the cupboard сколько яиц яйца можно посчитать десятки дюжины how much milk is there in the fridge молоко не исчисляется how many apples do you want сколько яблок ты хочешь да яблоки считаются how many все супер ребят следующий чузин answer for each question и так ребят у вас сейчас идут вопросы а внизу у вас идут ответы ваша задача мэйч то есть вопрос у вас есть уже мы их уже проработали осталось только добавить ответы все ставим на паузу работой мы возвращаемся ко мне на проверочку есть ребят поехали проверим посмотрим что получилось смотрите первый how many people are there in the room twenty nine men and eleven women проверяйте у себя на бутылку патрул издер и дико и полный бак да полный по полная машина how much money do you have in your pocket just five years всего лишь пять евро how many eggs are there in the cupboard there are only two left in the box вот здесь интересно только два осталось смотрите как они говорят there are only two только два осталось in the box left но отдельно просто вот так говорится у нас есть еще допустим здесь еще кофе то вы холли кофе left поняли левых левый левый кофе там остался да и левый но остался остался а ам-м-м-м-м how much milk is there in the fridge дироту ботулз две бутылки хамри апплс дью вонт а килограмм кило килограмм все умнички мои молодцы следующее задание ребята еще пока разогреваемся перед текстом потом поработаем над текстом у нас нибудь текст обсуждение текста и обязательный проект но Но занятие будет не такое большое, как прошлое, поэтому можете его за один раз и проходить. Correct the sentences. Здесь в каждом предложении какая-то проблема. Пожалуйста, будьте очень внимательны. Хорошо? И внимательно исправьте эти ошибки. Ставим видео на паузу, работаем и возвращаемся ко мне на проверку. Супер, получилось. Поехали проверим, что получилось. Давайте смотреть. Так, куда бы мне... Ну, простите, ребят, я вас закрою. Так, how much potatoes do you want? Стоп, как же может быть матч? Разве картошку нельзя посчитать? Две картошки, пять картофелин, если уж так правильно совсем говорить, да? Соответственно, how many potatoes do you want? Вот так будет правильно. Number two. I don't like an ice cream. Вот тут что имеется в виду, что мне не нравится именно эта порция мороженого. Это очень странно звучит для англичан, поэтому I don't like ice cream. Мне не нравится мороженое в целом. Я не люблю мороженое. Can I have a bread, please? Can I have some bread, please? Так будет более корректно. Потому что bread не исчисляется. Number four. I'm hungry. I like a sandwich. Ой, как мне нравится этот сэндвич, да? Слушайте, какой вкусный сэндвич у вас на тарелочке. Как он мне нравится, а на самом деле I'm hungry, да? Ну, конечно же, нет. Лучше сказать I'm hungry. I'd like a sandwich. Я бы хотел сэндвич. Number five. There isn't many milk left. Ну, тут очевидно. Молоко не исчисляется, конечно же, much. There isn't much milk left. Не осталось молока. Много молока. Не осталось много. Что-то есть, но мало. I'd like some fruits, please. Мы с вами выяснили, что фрукты, они предпочитают говорить в неисчисляемых. То есть, видимо, не подразумевается разновидности фруктов. А типа, я бы хотела немножко фруктов. Фрукты. Какой-то фрукты. Да, что-то. Любую. Любую фрукту. I'd like some fruit, please. Так будет лучше. How many money? Many, 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 many. Звучит, как эта песенка, да? Ну, конечно, неправильно. Мони не исчисляются, поэтому. How much money do you have? Not many money. Much money. We have a lot of homework today. Есть такое выражение a lot of. Мы его проходили с вами. Это когда прям много чего-то. Это даже больше, чем many, да? То есть, прям много, значительное какое-то количество. Поэтому оно всегда идет с a. A lot of. И неважно. A lot of, оно универсальное. Как для исчисляемых, так и для неисчисляемых. Например. Я могу сказать a lot of houses. И я могу сказать a lot of money. И там, и там я буду права. Поэтому, но я без a не могу его использовать. We have a lot of homework today. У нас много прям домашки сегодня. Хорошо, умнички мои. Ну вот мы и подобрались с вами, наконец-то, к тексту. Текст очень крутой. Сейчас работаем как обычно. Ребят, сначала читаем, переводим его. Потом я ставлю, ставим на паузу. Вы отрабатываете его красивое чтение, перевод. Потом по вопросам пройдемся, потом пересказ. Вместе сейчас читаем по предложению и переводим. Если слово, которое вам, вот я перевожу вам, вы его не знали, выписываем. Хорошо? Итак, food around the world. Еда по всему миру. For 99% of human history, people took their food from the world around them. На протяжении 99% человеческой истории люди брали свою еду из мира вокруг них. They ate all that they could find and then moved on. Они съедали все, что они могли найти и затем двигались дальше. Move on – это двигаться дальше, двигаться вперед. Move – просто двигаться. Move on – давай продолжай, либо давай вперед иди, давай двигайся. Двигались дальше. Then, about 10,000 years ago, or for 1% of human history, people learned to farm the land and control their environment. Затем, около 10,000 лет назад, или на протяжении всего лишь 1% человеческой истории, люди научились обрабатывать землю и контролировать свою окружающую среду. Ребят, здесь я хочу обратить ваше внимание на глагол learn, который вы знали, как учить. На самом деле, он может быть и узнавать или научаться. То есть, учиться, научились или узнавали. Можете выписать себе. То есть, я научилась кататься на велосипеде в прошлом году. I learned to ride a bike last year. И еще, обращаем ваше внимание, что мы учили с вами learn как неправильный глагол. И во второй форме он у нас с вами был learned. Но сейчас мы будем с вами частенько встречать как ту, так и другую форму. Абсолютно не важно. То есть, есть ряд глаголов, их не больше пяти, в нашем уровне, которые я буду обязательно вам говорить. Они могут быть как правильными, так и неправильными. То есть, постепенно они освободились, освобождаются еще пока не до конца от вот этих цепей неправильности и переходят в правильные глаголы. Вот как раз тот случай. Итак, Что же мы кушаем? Итак, вид еды, который мы едим, зависит от какой части мира мы живем. В какой части мира мы живем. Смотрите, как интересно получается. Это не in which part дословно, а как раз тот случай, когда мы, помните, делали what are you talking about, когда предлог шел в конец, вот как раз тот случай. Или в какой части нашей страны мы живем. Еще раз. The kind of food we eat depends on which part of the world we live in, or which part of our country we live in. For example, in the south of China they eat rice. Например, на юге Китая кушают рис. But in the north they eat noodles. Но на севере едят лапшу. In Scandinavia they eat a lot of herrings, and the Portuguese love sardines. В Скандинавии кушают много селедки, а португальцы любят сардины. But in the central Europe, away from the sea, people don't eat so much fish. They eat more meat and sausages. Но в центральной Европе, далеко от моря, away from the sea, люди не кушают, не едят так много рыбы. Они едят больше мяса и колбас. В Австрии, Германии и Польши сотни различных видов колбас. Пойдем дальше. В Северной Америке, Австралии, Европе есть два и более, две и более подачи еды. То есть первое блюдо, второе, третье на каждый прием пищи. И люди кушают, едят ножами и вилками. In China there is only one course. All the food is together on the table. В Китае только одна подача еды, то бишь вся еда вместе на столе сразу. And they eat with chopsticks. И они едят палочками для еды. In parts of India and the Middle East, people use their fingers and bread to pick up the food. В некоторых частях Индии и Среднего Востока люди едят пальцами либо хлебом, чтобы взять еду. Используют, простите, люди используют свои пальцы или хлеб, ну не же хлеб, как лавашик такой, да, чтобы собрать еду, чтобы брать еду. Вместо ножей и вилок. Where does our food come from? Откуда приходит, происходит наша еда. Или откуда она приходит. Nowadays it is possible to transport food easily from one part of the world to the other. На сегодняшний момент. Nowadays. На сейчас. На сегодняшний момент. It is possible. Возможно транспортировать еду легко. Easily. Легко. Легко что-то делать. Easy. Легкий. Легкое упражнение. Но easily это как? Легко. Легко что-то делать. По принципу наречий. Мы сначала скажем глагол и только потом уже скажем как. Помните, хороший мальчик good boy, но мальчик хорошо танцует. Мы скажем, мальчик танцует хорошо. He dances well. Так и здесь. Transport food easily. С одной части мира в другую. Nowadays it is possible to transport food easily from one part of the world to the other. We can eat what we like, when we like, at any time of the year. Мы можем кушать что мы, что нам нравится, когда нам нравится, в любое время года. Бананы к нам поступают из Карибских островов и Африки. Рис приходит к нам из Индии или США. Стравберис come from Chile or Spain. Клубника к нам приходит из Чили или Испании. Food is very big business. Еда очень большой бизнес. Но люди в бедных странах всё ещё голодные, до сих пор ещё голодают. And people in rich countries eat too much. А люди в богатых странах едят слишком много. Итак, мы выписали с вами слова, которые были вам непонятны. Вы ставили на паузу. А сейчас вы проработаете. Вот, я ставлю вам первую часть. Работаем с первой частью отдельно. Сейчас, когда вы поставите на паузу это видео, ваша задача будет читать красиво, так, чтобы самим себе нравится, и переводить, уже не подглядывая. Проговорите этот текст хотя бы два раза. Два раза чтения и два раза перевод. Всё, ставим на паузу, работаем с этой частью текста. Так, супер, хорошо. Переходим ко второй части. Работаем точно так же. Ставим на паузу. Поехали. Супер, получилось. Умнички мои. Так, хорошо, теперь переходим к вопросам. Итак. Когда же человеческая история началась? Это было 10 тысяч лет назад или это было миллион лет назад? Ребята, ставим на паузу, отвечаем. Окей. Do they eat much rice in the north of China? Едят много риса на севере Китая? Ставим на паузу, отвечаем. Окей. Why do the Scandinavians and the Portuguese eat a lot of fish? Пауза. Окей. Where don't people eat much fish? Где не едят много рыбы? Ставим на паузу, отвечаем. Which countries have many kinds of sausages? How many courses are there in China? How do people eat in the Middle East? And why can't we now eat most things at any time of the year? Окей. Молодцы. Ребят, конечно, мне сложно. Сейчас мы не на уроке с вами вот так вот живом, когда я могу проконтролировать, что вы там мне отвечаете. Но, тем не менее, пожалуйста, я вас очень прошу, не молчите, не пролистывайте, работайте. У вас есть текст, перепишите, сделайте скрин этого текста. Работайте на полную катушку. Не ждите, что оно само случится, это чудо. Начинайте чудить каждый день сами. Все, мы идем. Не, 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 подождите, подождите. Все, ребят. Проект, конечно же, друзья мои, как же без проекта. И сейчас 10-минутный проект. Значит, food around the world. Давайте разберем вопросы, о чем вам нужно говорить. Why do you think people in poor countries are still hungry? Почему вы считаете, люди в бедных странах до сих пор еще голодают? Выскажите свое мнение. Why do people in rich countries eat too much? Почему люди в богатых странах едят слишком много? Can you see the ways of resolving this problem? Видите ли вы какие-то пути решения этой проблемы? If you were president of a poor country, how would you help your people? А если бы вы были президентом бедной страны, то как бы вы помогли своим людям? Помогли ли бы вы? Какие препятствия? Представьте, что вы президент вот такой вот бедной страны, в которой до сих пор люди еще умирают от голода. Кто, по вашему мнению, должен обращать внимание на эту проблему? Is it a global problem in a way? And how can we attract the attention of rich people to this global problem? Maybe to make them donate, or to make them help, to make them think a little bit more about other people. Итак, как мы можем привлечь внимание богатых людей к этой глобальной проблеме? Ребятки, сейчас, как работаем с проектом, вы помните заранее, если вы сейчас работаете не с преподавателем, если вы сейчас тот студент нашей школы, который, которому учительница дала задание пересмотреть это видео и еще раз проработать то, что было на уроке, то я вас очень прошу, ставим на паузу и работаем по всем вопросам. Вы знаете, у вас уже есть та лексика, которую вы обсудили с преподавателем. Ребят, кто работает самостоятельно сейчас вместе со мной, только заранее сядьте, подумайте, что конкретно вам нужно по словам и найдите эти слова заранее, чтобы, когда вы включаете таймер, вы уже ни на что другое больше не отвлекались. Вы не выходите на русский язык, вообще вы говорите только на английском. Если вы забыли, то забыли. Не нужно ни в коем случае заранее его писать и потом просто читать, потому что вся суть работы с проектом – это включение импровизации, включение внутреннего потенциала себя и, знаете, открытие второго дыхания скорее, потому что где-то на четвертой-пятой минуте вы забуксуете, и от вас зависит, вы сдадитесь или нет. Если вы сдадитесь, ну, дальше вы так и будете говорить эти проекты, а дальше проекты интересные. Не давайте себе спуску, пожалуйста, не ленитесь, не жалейте себя, если вы действительно хотите говорить на английском языке на любую тему. Я не знаю, что тут сказать. Подумайте, сядьте, подумайте. У вас достаточное количество вопросов, даже если вы на каждый вопрос будете отвечать хотя бы по полминуте, у вас останется проимпровизировать буквально пару минут. И все. Все, мои хорошие, я верю в ваши результаты. Пишите мне, пожалуйста, в комментариях, как у вас все получилось, или есть у вас какие-то вопросы. Будем вместе разбираться. Ну, а мы с вами встретимся в следующем видео. И не забывайте смотреть описание к видео, там вся необходимая для вас информация. Всем пока, до следующего урока.